Полезный город А также Екатерина Сметанина, специалист по соцработе Центра СПИД инфекционной клинической больницы. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Ну, уже из представления ясно, что говорить мы будем о вирусе иммунодефицита человека. Тема, которую мы неоднократно поднимали и будем поднимать в наших эфирах. И я думаю, что понятно, почему уже долгое время, много лет ВИЧ и СПИД угрожают людям по всему миру. И вопрос о том, сможет ли человечество когда-либо победить, этот недуг остается, ну, в общем-то, открытым. Да. Но сегодня мы сосредоточимся, безусловно, на ситуации в Кировской области. Начнем со статистики заболеваемости, как она меняется со временем, с чем это связано. Дарья, давайте начнем с этих данных. На сегодняшний момент Кировская область не является высокопораженным регионом на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, ежегодно мы регистрируем достаточно большое количество ВИЧ-инфицированных. За 23 год, за первую половину, зарегистрировано чуть меньше 100 случаев ВИЧ-инфекции. Новых случаев. Новых случаев ВИЧ-инфекции. Это немного меньше, чем в доковидное время. После ковида мы наблюдаем такую ситуацию, когда перед периодом наступления вот этой эпидемии у нас был достаточно большой рост. В период ковида мы отметили снижение и за счет числа обращаемости, и за счет переориентации выявляемости контингентов. И сегодня эта тенденция просто пока еще сохраняется. То есть мы на этой волне пока еще находимся, да, можно сказать, на постковидной? Да, на постковидной волне пока, но, тем не менее, мы отмечаем уже изменения определенные в статистике, выявляемости. Случаи заболевания регистрируются во всех возрастных группах, но в последнее время все чаще регистрируются случаи среди лиц более старшего возраста, 40+. Люди зрелые вполне уже, с семьями, с детьми взрослыми, как правило, ну так принято в нашем обществе уже, обзаводиться этим всем к этому возрасту. Почему это происходит? Длительное время ВИЧ-инфекция протекает бессимптомно, и человек, да, уже больной ВИЧ-инфекцией, никуда не обращается. То есть это может быть период 5 лет, 7, 8. То есть все это время он является источником инфекции, но сам того не подозревая, не обращается на обследование на ВИЧ-инфекцию. То есть сам факт инфицирования, он произошел за много-много лет до выявления до этого. И когда человек начинает чаще болеть, соответственно, обращается уже в медицинские организации, с клиническими проявлениями выявляется ВИЧ-инфекция. Ну, мы наблюдаем картину как раз недостаточного уровня информированности поколения 40+, потому что они абсолютно уверены, что по каким-то неведомым нам причинам они защищены. И, соответственно, они не обращаются за тестированием, считают это излишним и появляются в поле зрения медицинских работников только когда ВИЧ-инфекция уже достаточно серьёзно разрушила организм, иммунитет разрушен, появляются вот как раз те самые клинические признаки, сопутствующие какие-то заболевания, с которыми человек всё-таки доходит до медицинского учреждения. И тогда вот и наступает вот этот вот период выявления ВИЧ-инфекции. Ну, наверняка это не только проявление ВИЧ-инфекции, но, например, какое-то другое заболевание у человека возникло, ему потребовалась госпитализация, предположим, ему нужно сдать тест. И вот тут-то выясняется. В том числе, потому что на ослабленном иммунитете вторичные заболевания, инфекции, какие-то хронические заболевания, онкологические заболевания начинают, скажем так, цвести ярким цветом. Например, если мы поговорим про молодёжь, они более информированы, более осознанно подходят к новым отношениям, и мы нередко видим случаи, когда парами молодые люди приходят, обследуются, и это в порядке вещей, это норма жизни. Но что касается поколения 40+, для них это вообще удивительная история. Как принято называть аналоговые ещё поколения? Аналоговые поколения, например, очень удивляются, когда им вообще предлагают такой тест. Но в целом они, конечно, благосклонно принимают возможность такого тестирования, но мы видим, что очень мало из них задумывается о том, что у них есть возможность проходить самостоятельно такое тестирование. Не когда мы куда-то приходим и трясём, давайте уже к нам приходить и тестироваться, а когда они, в принципе, обладают информацией, что тестирование это доступно, бесплатно, по желанию анонимно. Общее число заболевших можем назвать по нашему региону? На сегодня состоит на диспансерном учёте чуть больше 2000, из них больше 80% это люди, принимающие высокоактивную терапию, которая подавляет репликацию вируса в крови, и тем самым эти люди становятся безопасными для общества. То есть они не становятся источником дальнейшего распространения. Напомним, лечение, оно за государственный счёт всё происходит? Да, на сегодняшний день, опять же повторюсь, лечение граждан Российской Федерации абсолютно бесплатно, диспансерные наблюдения, обследования, всё бесплатно. Как часто нужно проводить дополнительные какие-то исследования, Екатерина? Для людей, живущих с ВИЧ, это зависит от уровня иммунитета, от различных показателей жизнедеятельности организма, это может быть раз в три месяца, раз в полгода. В начале лечения, это может быть через месяц от начала лечения, то здесь очень чётко определяют врачи, исходя из исходных данных, что человеку требуется, какие сроки, в какие периоды. Ну, у каждого, да, индивидуальный организм, это, безусловно, да, учитывается. Но так или иначе, следовать этому графику надо обязательно, пропускать этого нельзя. У нас для этого есть определённый термин – приверженность диспансерному наблюдению и лечению, точно так же, как и есть приверженность приёму препаратов. И мы с пациентами всегда работаем над тем, чтобы эти графики соблюдались достаточно строго, потому что это обеспечивает как раз и хороший эффект лечения, и достаточно высокое качество и продолжительность жизни в результате эффективного лечения. Препараты, насколько их употребление, не знаю, затруднительно, они в какой форме? Разные формы есть, то есть детские препараты есть в форме сиропов, жевательных таблеток. Для взрослых это таблетки, капсулы. В этом году зарегистрирован препарат инъекционный, да, одной инъекции хватает на два месяца. Со следующего года вся страна уже будет пробовать, начинать. То есть пациенту нужно раз в два месяца будет являться и, собственно, получать? Это позволяет, опять же, каждый день таблетки не пить. Сейчас появились, опять же, у нас много комбинированных препаратов, то есть раньше, если это они кушали горстью, там, 6-8 таблеток 2-3 раза в день, то сейчас есть режимы, которые одна таблетка в день и всё. Упомянули мы сейчас детей, давайте о них подробнее поговорим, напомним путь их заражения, да. В Кировской области на учёте состоит 18 детей. Большинство из них заразилось перинатальным путём. Сохраняются единичные случаи заражения подростков при раннем начале половой жизни, например, либо какие-то бытовые контакты редко. За последние 5 лет мы не регистрировали случаи перинатальной передачи. Это говорит о том, что система профилактики перинатальной работает слаженно и качественно. То есть женские консультации, медицинские организации, родовспоможение и спецент работаем в одной связке и достигаем качества. Ну, я думаю, тут можно пояснить простым языком. Женщина, беременная, носитель ВИЧ, она получает специальные препараты, которые препятствуют передаче вируса. Да, именно так. Внутриутробным путём. То есть во время беременности, в родах и в послеродовом периоде уже новорожденному назначаются препараты. И потом в течение двух лет мы за ребёночком наблюдаем, снимаем с учёта и отправляем в свободное плавание, свободное от ВИЧ-инфекции. Пути заражения, о которых мы традиционно говорили раньше, меняется ли тут картина? С Екатериной, помню, неоднократно мы беседовали о том, что половой путь у нас является основным. В последнее время, да, у нас половой путь всё более и более становится превалирующим. По итогам 2023 года 90% – это половой путь, это основная масса. Тут прям стоит отметить, что вот он растёт, продолжает. Помните, мы с вами когда-то говорили, там, 70%, потом 80%. Обратите внимание, что сейчас это уже 90%. То есть всё-таки здесь надо отмечать, что у нас инъекционный наркотический путь, он немножечко изменился. То есть психоактивные вещества у нас сейчас другого. Отошли прям вот... Ну, как сказать, отошли, да? Употребление алкоголя... Неинъекционные. Да, они стали неинъекционной формы. И, соответственно, под воздействием различных психоактивных веществ активизируются другие пути передачи. В частности, половой, да, снижается контроль, снижается какая-то ответственность определённая. И вот 90%, которые мы видим, вот это в том числе и результат употребления психоактивных веществ неинъекционным путём. По вашей оценке, это цифры будут увеличиваться? Ну, тут есть ещё куда? На самом деле, как бы, всегда есть куда двигаться цифры вверх или вниз. Но мы считаем, что всё-таки примерно так где-то... На этом уровне, скорее всего, останется, потому что потребители психоактивных веществ старой закалки, они ещё... Действующие на текущий момент, да. Они продолжают употреблять вещества и потихонечку начинают обследоваться, появляются в поле нашего зрения. Да. А что касается, по вашей оценке, уровня информированности жителей нашего региона о ВИЧ, меняется ли здесь картина? И благодаря вашим большим усилиям, ведь она тоже не может не меняться, Екатерина. Она, конечно, меняется, но мы по-прежнему наблюдаем очень высокое такое, знаете, расслоение. То есть, если мы приходим в аудиторию, опять же, молодую, это школьники, студенты, какие-то молодые трудовые коллективы. Там, где есть молодёжь вот как раз до 40, мы видим, что там уровень информированности выше. Выше уровень информированности в городах. Когда мы работаем с подростками из малых населённых пунктов, из отдалённых регионов, мы, к сожалению, видим, что там зачастую этих знаний не хватает. То есть, вот у нас нынче летом была серия мероприятий совместно с областным дворцом молодёжи, с центром профилактики, где мы приезжали в лагеря в летние, и тоже там в комплексе мероприятий наше занятие по профилактике ВИЧ стояло. Детки были из разных районов там собраны, и это было заметно. Вплоть до того, что учащиеся девятых классов в некоторых отдельных районах даже не слышали слова ВИЧ. То есть, они прямо честно так и говорят, я вообще не знаю, что это такое, никогда не слышала. Хотя мы точно знаем, что в девятом классе и даже в восьмом классе учебники биологии, учебники ОБЖ это слово, как минимум, содержат. То есть, это упущение со стороны педагогического сообщества, или что, у родителей в том числе? Мы не можем делать заключение об упущении там, да, со стороны педагогических работников, какая программа, какая школа, какие учителя. Это как бы вот, к сожалению, здесь мы не являемся экспертным каким-то представительством. Со стороны родителей проблема заключается в том, что говорить об этом с детьми они не могут, потому что у самих знаний не хватает о том, как говорить. То есть, для себя они, например, знают, что это такое, а как говорить об этом с ребенком, и надо ли вообще об этом говорить. Но это стараются отдавать на откуп медицинским работникам, в школе, волонтерским организациям. И если в городе мы все-таки видим какое-то движение в эту сторону, то далеко не во все районы мы можем донести эту информацию объективно, актуально и в нужном объеме. А по вашей профессиональной оценке, в каком возрасте все-таки нужно давать эти знания? Начинаться все должно с гигиены, да, из того, что есть заболевания, которые передаются через кровь. Так вот, о том, что заболевания передаются через кровь, у нас сегодня дети достаточно неплохо знают в 10-12 лет. Они знают, зачем нужен иммунитет, и, соответственно, им можно дать знание о том, что есть вирусы, разрушающие иммунитет, что они передаются через кровь. Они неплохо знают, что есть группы крови, что через кровь передаются заболевания определенные. Они знают какие-то основы доврачебной медицинской помощи, например, да, при носовом кровотечении, при ранах, при ожогах. И вот в эту информацию нужно постепенно добавлять историю собственной безопасности. Вначале это контакты с кровью, потом, когда уже речь идет о половом созревании, мы уже, естественно, должны добавлять о том, что и у половой системы есть риски подвергнуться воздействию каких-то патогенных микроорганизмов, да, в том числе половым путем. А разговоры о половом воспитании, они вообще очень активно интересуют школьников и в 7-8 лет. Согласен, потому что это границы подросткового возраста. Конечно, да. Размываются, повышаются, да. То есть у них вроде бы как стоит задача в основном дружить, учиться, но эти вопросы, они не исчезают из поля зрения. Массовая культура у нас предполагает очень много информации об отношениях мужчин и женщин, в том числе о сексуальных отношениях. И если браузеры, например, не заблокированы где-то, да, то найти в интернете можно... Не составляет труда, да. Да, всё что угодно, и это дополнительно стимулирует интерес, и очень важно не ограничивать детей от информации, не отбрыкиваться от их вопросов, а вполне логично, адекватно обсуждать и рассказывать. Потому что вот когда у ребёнка пропал интерес, вот ему рассказали всё, ему больше не интересно, он больше не полезет туда, он пойдёт, что-то другое себе придумает, какой-то интерес. А вот когда от него что-то скрыли, когда ему что-то не рассказали, запретили, ох, как интересно становится узнать, что же там от меня такое скрывают. Это повышает мотивацию на поиск информации, зачастую не всегда адекватной, к сожалению. Ну и второй момент, по взрослым, конечно, взрослые не интересуются вопросами ВИЧ, им неинтересно. У них есть другие дела, заботы и уровень знаний, вот по нашим пациентам, как минимум, которые приходят к нам на приём, мы видим, что они, давайте по-честному, они нам так и говорят, нам никто об этом не рассказывал, почему у вас нигде вот об этом нет информации. А кто им должен был об этом рассказать? Прояви инициативу, ну, по-моему, прояви любознательность, это жизненно необходимо, это жизненно важно. Задают очень странные вопросы. Проводим эпитрасследование, сообщаем уже, что диагноз, задают вопрос, так я не понял, у меня ВИЧ чего? Что за вопрос? Я тоже не понял, что это сейчас такое было, да. Ну, люди задают такие вопросы. ВИЧ какого органа, например? А, какого органа? То есть у меня ВИЧ головы, ВИЧ ноги. Нет, у вас ВИЧ всего вас, извините. То есть то, что касается 50+, вот примерно вот такие вопросы мы встречаем. А, то есть люди думают, что путём операбельным каким-нибудь они смогут избавиться от этого. Либо, ну, слава богу, не сифилис. Или, ладно, не спит. То есть, ну, как бы действительно не спит. Ну, то есть вообще абсолютное какое-то размытие в головах понятий всех этих. Ну, размытие про ВИЧ и СПИД и про их соотношение, это вообще такая проблема практически всех. Неважно, это школьники, не школьники, это бывают даже педагоги путают, да, вот непрофильные, например. Это у нас везде путают, что ВИЧ – это одно, СПИД – это другое, что-то лечится, что-то нет. Что-то в начале, что-то в конце, но что и как связано. Может быть, это вообще разные заболевания, а может быть, это одно и то же, зачем тогда два слова. Это вообще общая беда. Как бы не устаём мы говорить, что ВИЧ – это вирус иммунодефицита, это возбудитель. Он вызывает заболевание ВИЧ-инфекцию. Если инфекция не лечится, то есть она длительно протекает и в конечной стадии переходит в СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита, когда приобретается дефицит иммунитета вследствие разрушения иммунной системы вирусом. Вот эту цепочку бывает очень сложно осознать людям, что вот термин же СПИД появился первым, и долгое время абсолютно всё называлось СПИД. В начале 80-х. Ну, в 83-м, 84-м, да, уже вирус как бы открыт, а термин СПИД появился ещё до открытия вируса, когда появились вот эти вот состояния, да, начали там в конце 78-й, 79-й, да, начали 80-й, говорите, вот СПИД, он до сих пор вот спит. А ВИЧ-инфекция – это что-то вот не очень понятное. Это как насморк, это который может пройти там, предположим, да, уж простите за такое сравнение смелое. Ну, многие так и говорят, что, наверное, ВИЧ лечится, а СПИД нет. Понимаю, да, в целом, на что направлены ваши усилия по поводу информации, просвещения. А меняется ли отношение жителей, и меняется ли их уровень знаний о том, о как жить, как соседствовать с ВИЧ-инфицированными людьми? Ну, сложный вопрос. Сложный вопрос, так же, как и по информированности, да, чем больше человек осведомлён в целом о ситуации с ВИЧ-инфекцией, как передаётся, как не передаётся, такое и его отношение. То есть, например, в беседе, когда, например, контактные приходят, обследуются, либо просто на акции, некоторые прямо чётко рассказывают, что да, у меня вот сосед с ВИЧ-инфекцией, я об этом знаю, я это принимаю, мне не стыдно с ним здороваться, я не боюсь с ним сидеть, пить чай. То есть, абсолютно адекватно оценивают ситуацию. А в первые выявленные, да, пациенты, особенно, опять же, повторюсь, возрастного возраста, не знают, как себя вести с внуками, с детьми. Я живу с внуками, что мне с ними делать? Я же их заражу, я не могу с женой жить. Я вот переехал в отдельную комнату, вот мне выделили отдельный набор посуды, вот, поэтому... То есть, для человека это тяжёлая моральная такая вот... Тут есть компонент, когда человек навешивает на себя вот этот вот ярлык, да, у нас это явление называется стигматизация, самостигматизация, он навешивает на себя ярлык какого-то особенного, изгнанного из общества, заразного, опасного, прокажённого, и старается самоизолироваться. Даже несмотря на то, что ему рассказывают, что он не заразен, пока он не проживёт какой-то определённый период времени и не поймёт, что действительно это не передаётся, может быть, не пообщавшись, там, несколько раз с врачом, или в идеале пообщавшись даже с людьми, которые уже живут с этим, да, пока вот этот период... Вы даёте такую возможность пообщаться, да? Конечно, конечно. У нас буквально в эти выходные проходила группа взаимопомощи, где как раз вот люди могут пообщаться. И вот пока у человека не пройдёт вот этот адаптационный период, да, это период принятия диагноза, он зачастую действительно задаёт очень вопросы, такие, ну, наивные, скажем так, да, а вот кошка поцарапала, там, да, кого-нибудь потом поцарапает, передаст, не передаст. Любимый вопрос. Комары. Да. Комары. Может ли один комар, вернее, самка комара, да, потому что самцы-то там вроде не охочут до крови. Да, может ли, да, с комарами, вот он полетел, укусил меня, укусил ещё кого-то из семьи. Ну, нет, ещё раз. Через общих комаров инфекция не передаётся. Общих комаров просто не существует. Как вообще, какими путями вы доносите информацию? Ну, вот экстренно, если там возник у человека какой-то вопрос, он может куда-то обратиться и получить исчерпывающий ответ информационной поддержки? Конечно. У нас, во-первых, функционирует сайт с чатом. Пусть мы не круглосуточно работаем, но в чате есть возможность как онлайн получить ответ в течение дня, так и оставить вопрос как бы с указанием почты, и придёт ответ обязательно от консультанта. Есть группа ВКонтакте, есть группа в Одноклассниках, то есть все вопросы, которые появляются там, обязательно отслеживаются и отвечаются. Есть телефоны спеццентра, нам можно позвонить, есть канал в Телеграме, то есть там тоже есть возможность отправить сообщения. Мы максимально стараемся сделать доступными нашу службу для получения всех видов информации на самом деле. Что касается помощи, лечения, которые получают пациенты, Дарья, давайте немножко ещё подробнее об этом. Препараты для лечения ВИЧ-инфекции предоставляются абсолютно бесплатно. Они всегда в наличии. Они всегда в наличии. Никакого дефицита нет. В Кировской области вот за последние пять лет я не припомню, чтобы у нас были какие-то перебои с препаратами. Мы тщательно планируем. Если появляются какие-то сопутствующие заболевания, мы стараемся оказать помощь в маршрутизации пациента. То есть в конкретные лечебные учреждения, да? Да. По специалистам прям провести. Вот. Если наш пациент с ВИЧ-инфекцией дополнительно инфицируем гепатитом С, также мы предоставляем лечение, тоже высокоактивное, препаратами прямого противовирусного действия. Это таблеточки сейчас. Раньше это были уколы на полтора года. Сейчас таблетки буквально два-три месяца. И человек уже имеет не две инфекции, а одну. Значит, диспансерное наблюдение, обследование также бесплатно. Врачи все в доступе. Можно обратиться с восьми до пяти каждый день. Давайте напомним сейчас вообще тестирование на ВИЧ. Для кого обязательно? В каких ситуациях? Обязательно тестирование на ВИЧ-инфекцию. Сегодня это доноры и рецепенты крови, призывники и все, что связано с погонами. Со службой. Это и МЧС, и Росквартиф, все-все-все. И медицинские работники беременных женщин, как минимум двукратно во время беременности. Половых партнеров беременных женщин. Половой партнер беременной женщины звучит очень жестко. Конечно, не-не-не. В идеале не всегда муж. Ну, не всегда муж, но так, муж в общем смысле. Отец-ребенка. Отец-ребенка, да. Лица, употребляющие психоактивные вещества, обязательно находящиеся в местах лишения свободы, по клиническим показаниям. То есть человек заболел, обратился, и его по клиническим показаниям обследуют на ВИЧ-инфекцию. На сегодняшний момент это такая большая-большая доля. Еще у нас есть уязвимая группа населения. Это мужчины, практикующие секс с мужчинами, работницы коммерческого секса, без определенного места жительства обследуются. Ну и, в принципе, рекомендуется еще такие виды обследований, в том числе молодежи. Рекомендуется. Да, это уже рекомендуется, это уже не обязательно. Но рекомендательный характер на сегодняшний день все-таки носит такой, знаете, не просто рекомендательный хотите-нет, а вот именно рекомендательный. Прямо с нажимом. Да, вот когда бы вам желательно бы делать это регулярно, ежегодно. И мы поддерживаем такую стратегию ровно потому, что сегодня каждый не просто имеет возможность, но еще и должен понимать, зачем он это делает. А делается это ровно для того, чтобы вовремя диагностировать заболевание, потому что симптомов нет, внешних проявлений нет, самочувствие не меняется, здоровье страдает. Медленно разрушается иммунитет. И очень важно просто для себя каждый год проходить этот тест, чтобы быть уверенным в своем здоровье. Вне зависимости. Вне зависимости от ситуации риска. В какой ты там образ жизни ведешь, какие ты ситуации, да, там, сталкиваешься или не сталкиваешься. Рекомендуется даже во время диспансеризации проходить. То есть вы проходите, например, ежегодную диспансеризацию. И вам должны предложить. Да, вам должны предложить, вы имеете возможность пройти такой тест в рамках диспансеризации. Международный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. И до этого времени у вас запланирован ряд мероприятий, да, насколько я понимаю? Безусловно. Традиционно мы выйдем в учебное заведение. Часто мы делаем это в союзе с другими специалистами здравоохранения. Это и представители наркодиспансера и Центра медицинской профилактики. И отдельно у нас будут проводиться такие достаточно интересные выезды в рамках дня единых действий и проекта «Вятка территория возможностей» пройдут уже в сентябре. И это будут выезды в районы с фестивалем здорового образа жизни, где будет проводиться не только информирование, но и экспресс-тестирование на ВИЧ. То есть здесь прям жителям районов этих можно будет... Вот в чём у нас проблема в районах? Страшно идти в поликлинику, потому что там все знакомые. И вот будут вопросы, а зачем ты сдаёшь тест, а не дай бог он там положительный, все узнают. Так вот, в данном случае у жителей районов будет возможность по капле крови за 15 минут методом экспресс-тестирования пройти тест на ВИЧ. Выезжать будут наши специалисты спеццентра. И вот ближайшие выезды у нас уже 8-9 сентября в Санчурский и Арбашский район. Простите, недавно говорили, вернее, о том, что дети некоторые из районов области, они ничего не знают, ничего не слышали о ВИЧ. Многие, может быть, могли бы сказать, да и пусть, потому что, ну что уж там в селе, в отдалённом, да, в деревне, мала вероятность. На самом деле не так. Я помню, вы рассказывали случаи, когда в небольших населённых пунктах возникает настоящий очаг. То есть никто абсолютно не защищён. Никто не защищён, но, к сожалению, вот то, что вы сейчас произнесли, практически вот это же самое, этот же самый посыл. Зачем детям рассказывать? Стереотип такой, да, существует? Да, зачем детям рассказывать, я слышала в одной из школ районов. То есть мы буквально вот эту зиму ездили тоже в районы, и в одной из школ сказали, там был семинар, ориентированный на педагогов, о том, как с детьми построить вот эту работу, как провести занятия. Педагоги сказали, да зачем им это вообще надо? И вместо того, чтобы рассказывать, как провести, мне пришлось очень много времени потратить на мотивирующую часть о том, почему дети должны вовремя получать эту информацию, и почему к тому, когда они вот уже позрослеют, к этому возрасту, у них должна быть хорошо сформированная база не только знаний, но и представления о том, что и как надо делать, чтобы защитить себя от заражения. К сожалению, взрослые далеко не всегда это понимают. Время нашей беседы истекает. Благодарю. Традиционно напоминаем адрес. Маклина-3, город Киров, центр СПИД, сайт. Туда можно зайти и почерпнуть очень много полезной информации. Благодарю. Дарья Чащина, главный внешнеотный специалист Министерства здравоохранения Кировской области по ВИЧ-инфекции, замглавного врача инфекционной клинической больницы по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, врач-эпидемиолог и Екатерина Сметанина, специалист по соцработе Центра СПИД инфекционной клинической больницы. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...